Добрый день, коллеги! Добрый день! Я немного расскажу о нашей сегодняшней встрече. Если меня хорошо видно, слышно, пожалуйста, поставьте огонечки, и я буду рада начать. Отлично. Что хочу сказать? Во-первых, издательство Директ Медиа продолжает баловать вас встречами с авторами. Это уникальные ученые, удивительные, совершенно неповторимые люди, встречи с которыми всегда становятся целым событием. Сегодня у нас в гостях Геннадий Геннадьевич Пиков, заведующий кафедрой всеобщей истории Гуманитарного института Новосибирского государственного университета, преподаватель высшей школы, ученый-историк, доктор культурологии, доктор исторических наук. Геннадий Геннадьевич специалист в области истории средневековой европейской культуры и истории кочевой цивилизации. Наше издательство удостоилось чести, не побоюсь этого слова, заниматься публикацией работы Геннадия Геннадьевича. Вот то, что мы уже сделали, вот одна из последних книг, например, «Тени минувших веков. Очерки из цивилизационной истории восточно-азиатского кочевого мира». Эта книга вышла в 2021 году. 2020 год был не менее насыщен его публикациями, мы очень гордимся этим. Вышли книги «Очерки цивилизационной истории Европы» в 2020 году, «Библия в истории европейской культуры». Даже могу показать вам эту книгу, вообще большая редкость, что они у нас есть на складе, обычно их разбирают, и мы работаем в основном под заказ. Но вот эта книга пока у меня есть, и я рада вам ее показать. Очень красивые издания, получились абсолютно все. И, наконец, в прошлом году мы выпустили книгу, которая, собственно, и послужила поводом для нашей сегодняшней встречи. «Запад знакомится с Востоком. Представление средневековых европейцев о восточных народах». История направляется с Востока на Запад, так как Европа есть конец всемирной истории, а Азия – ее начало. Так говорил Гегель о взаимоотношении Востока и Запада. Разделение цивилизационного мира на Запад и Восток присутствует еще с античности. «Восток» считался загадочным, таинственным, он был источником то мудрости и учености, то грубого варварства. «Запад знакомится с Востоком» – это книга об истории, образе стран и народов Востока у средневековых европейцев. Совершенно уникальная, мне удалось ее прочитать. Противостояние и диалог между Западом и Востоком в средние века проходили по линии религий, утвердившихся в них – это христианство и ислам. Христиане изучали ислам прежде всего с целью обоснования истинности христианского учения, идеологической атаки на чужую религию. Многие представления о мусульманах, появившиеся еще тогда, до сих пор формируют образ народов Ближнего Востока у европейцев. Книга эта рассматривает историю образа арабов, мусульманского мира, а также образа монголов и восточных кочевников-завоевателей. Вот эта глава мне особо понравилась, Геннадий Геннадьевич, говорю сразу. Тема эта очень интересная, уникальная, но, конечно же, раскроет ее сам автор. Встречайте, Геннадий Геннадьевич Пиков, даю вам слово, включайте звук, и я буду рада вместе с нашими слушателями послушать то, что вы нам сегодня приготовили. Прошу вас. Еще раз добрый день. Я буду говорить. Надеюсь, что видно и слышно. Ну, еще раз представлюсь, хотя меня представили очень неплохо, даже чересчур хорошо, Пиков Геннадий Геннадьевич. Я работаю на кафедре всеобщей истории Гуманитарного института Новосибирского университета. Вот, и, собственно, там и подготовлена была эта работа. Я закончил сам Новосибирский университет в свое время, в 1974 году, по специальности «История». И практически почти все время, с некоторыми исключениями, проработал на этом факультете, или теперь это институт. И в процессе работы защитил диссертации. В настоящий момент я являюсь заведующим этой кафедры. И, как вот здесь было сказано, ну, это так вот чисто случайно в какой-то степени получилось. Мне приходилось заниматься разными проблемами и истории Востока, прежде всего, Восточной Азии, кочевого мира, ну и, соответственно, истории Европы. То есть, если проще сказать, я читал лекции, вел занятия, проводил различные курсы по истории Запада прежде всего, но в том числе не бросал свое занятие давнишнее, еще со студенческих времен, занимался вот этим Восточным миром, кочевым миром. Поэтому как-то вот получилось эти два стула, приходится на них сидеть, но мне это и в какой-то степени мешает, поскольку довольно разные сферы занятий, но и очень и очень помогает, потому что, в принципе, период один и тот же, это то, что мы называем средними веками. И я, как бы, получаю возможность сравнивать и то, и другое. Ну и, соответственно, работы у меня тоже по разным вот этим направлениям. Хотя вот даже при защите диссертации мне очень часто приходилось использовать параллельный этот материал, потому что, ну, одна диссертация получилась как бы по Западу, по культурологии, а вторая по Востоку. Ну, материал и тот, и другой там есть. Вот сейчас на слайде, который, я надеюсь, вам видно, выходные данные и нашего факультета, и мои. В конце я тоже поместил такой слайд. Вот, ну и скачать презентацию можно будет, поэтому, я думаю, если понадобится, то можно это сделать. Ну, вот обложка этого пособия. Я не знаю, просто я в этой платформе, на этой платформе не работал, не знаю, видно или нет. На всякий случай я показываю вот эту вот книжку, и на слайде как раз обложка этой книги «Запад знакомится с Востоком». Ну, пособие, как я уже сказал, на самом деле подготовлено в процессе работы на факультете или в институте, я все еще не могу привыкнуть к этому названию, хотя уже несколько лет так это именуется. На самом деле я работал и работаю в разных вузах, и там тоже приходилось выходить на подобные темы, но в основном, конечно, пособие подготовлено на кафедре моей, на кафедре, на которой я всю жизнь проработал тоже. Готовилось оно, что называется, под себя, то есть те курсы, которые я читаю, в которых участвовал, прежде всего, в истории средних веков, истории средневековой европейской культуры, ну, на самом деле и другие курсы, которые я читал, или которые могут быть прочитаны, это истории западной цивилизации, история страны Азии, Африки, методология, философия истории, ну, здесь так вот получается, что проблемы разные оказались затронуты и из этой области тоже. В основном у нас два вот таких крупных, три даже отделения, это истории востоковедения и археологии, но на самом деле и в других вузах тоже это использовалось. Вот здесь я даю содержание, чтобы сразу было понятно, о чем идет речь. Тема, как вы понимаете, огромнейшая, сложная, и хотя я достаточно резко ограничил период, то есть непосредственно история средних веков и античности, отсюда и название «Запад знакомится с востоком». Формулировка немножко спорная, я прекрасно понимаю, почему, потому что, ну, что за знакомство, которое длится 2000 лет, но вместе с тем действительно можно говорить о том, что это стадия вот такого знакомства, поскольку расширяется представление об окружающем мире, у европейцев в данном случае меняется понятие «востока», потому что одно дело «восток» — это ближний, так сказать, «восток», а совсем другое дело, когда становится известным и средний «восток», и особенно «дальний восток» и так далее. Вот чтобы понять это, здесь вот пришлось затронуть разные методологические аспекты, ну, в частности, вот понятная тема, она неизбежна, это «Европа и восток», специфика взаимовосприятия. Вот, чтобы опять же понять эту специфику, здесь нужно исходить всё-таки из самого представления о цивилизациях. Это не значит, что из двух классических методов прочтения истории, цивилизационного и формационного, я предпочитаю цивилизационный. Сразу хочу сказать, что предпочитать какой-то один из них нельзя. Мы смотрим историю, естественно, по вертикали, свою собственную, прежде всего, историю, смотрим вглубь. Вот, и отсюда, понятно, мы историю делим на какие-то этапы, эоны, периоды, дни недели, ну, или вот формации, как наиболее известно. Но в то же время мы, конечно, ориентируемся в пространстве, мы свою собственную цивилизацию сравниваем с другими мирами, и отсюда неизбежен цивилизационный подход. То есть мы себя воспринимаем как цивилизацию и пытаемся понять своё место в созвездии цивилизации, можно ли вот другие миры действительно уподобить нам, сравнить и так далее. Поэтому цивилизационная модель, что есть такое цивилизация? Сами понимаете, тема сама по себе беспредельная. Но какое-то рабочее понимание того, что такое цивилизация, я попытался здесь дать, потому что, чтобы понять, вот как отличать себя от других, как различать своих и чужих, конечно, здесь понятие цивилизации очень хорошо работает тоже. Ну а дальше идёт рассказ о том, как собиралась информация о Востоке. Вот соответствующая глава, я о ней ещё отдельно скажу, вторая глава представления «Востоке в античности». И вот действительно можно говорить о том, что закладываются основы, как вот уже было сказано, что очень многие идеи, которые появляются тогда, отнюдь не все, но многие, они используются до сих пор. Поэтому есть, конечно, смысл посмотреть, что знали, ну вы догадываетесь здесь по слайду, народы Восточного Средиземноморья, то есть и греки, и евреи, и египтяне, вот римляне, конечно же, поскольку они синтезировали огромнейший материал, составили такой синтез, и дали возможность для перехода уже, соответственно, на следующий этап тоже. Третья глава, она посвящена роли, прежде всего, христианству, поэтому акцент на христианстве, в представлениях средневековых европейцев об исламе. Тоже уже было сказано. Ну то есть читают через религию, через религию как систему своих собственных представлений, идей, догм, рецептов различных и так далее. Поэтому, конечно, через христианство. Это не значит, что смотрели только через христианство. Понятно, здесь и иудаизм, хотя я специально много не затрагиваю этот аспект, но упоминаю о нём во второй главе. Но христианство — это действительно Библия представлений о Востоке, и в частности об исламе, прежде всего об исламе, потому что, ну опять же, восточных народов много. Я не собираюсь выстраивать иерархию этих народов, говорить о каких-то наиболее значимых, так называемых исторических народах, как принято было говорить, то есть тех, которые творят историю, и менее значимых. Здесь дело не в этом. Дело в том, что я выбрал специально те два народа, прежде всего, которые представили определённого рода вызов для Европы, которые заставили размышлять о мире, о своей собственной истории, способствовали выработке понятия, самого понятия всеобщей истории и так далее. Поэтому об исламе, с которым Европа контактирует до сих пор, и, вероятно, до скончания века придётся нам контактировать, потому что, ну, сами понимаете, говорить о том, что какая-то из этих цивилизаций, европейская и исламская, подходит к своему концу, нет никаких оснований. Поэтому мы вынуждены будем быть соседями со всеми вытекающими отсюда последствиями с исламом на протяжении невероятно длительного времени. Ну и поэтому посмотреть, как бы, что понимали под исламом, под исламским миром, какую информацию собирали. Конечно, нужно. Поэтому вот эта третья глава, она наиболее, может быть, обширная, потому что здесь целый ряд аспектов. Вы видите, вот первый параграф – это характер взаимоотношений, то есть тоже такого методологического плана. Ну, а дальше вот представление об исламе в период невежества. И был такой период. Это не моё выражение. Выражение одного английского исследователя Сауферна, Вильяма Сауферна. Вот период, когда, ну, мало информации было. И, как видите, я делаю акцент на Библии, потому что именно Библия, через Библию читаю, Библия как ключ к тайне Сарацину, потому что Библия – это действительно банк информации, это энциклопедия в этом смысле слова и так далее. Ну, дальше, видите, выделяется период крестовых походов, потому что здесь понятно, огромный поток информации хлынул с Востока через крестовые походы, да и через реконкисту. Ну, здесь вот параграф, связанный с захватом монголами Азии. Тоже возможности даже пересказать коротко нет, как вы сами понимаете, но я попытался собрать вот эту информацию и посмотреть, каковы были взаимоотношения монголов, мусульман, европейцев и, соответственно, представления европейцев об этом. Понятно, что европейская философия, развитая средневековая философия не могла пройти мимо проблемы ислама. Вот, и это ещё один ракурс, на который есть смысл посмотреть тоже. Ну и предреформационный период, реформа, проблема ислама, как реагировать. Вы догадываетесь, как и почему она могла возникнуть. Турки захватили Византию, пала Эллада, древняя Эллада, и это было шоком для европейцев. И шоком были и сами турки, и, конечно же, Ислам, который повёл себя как-то. К нему привыкли уже в определённой степени, как он себя ведёт, а тут неожиданно. Ну вот о монголах отдельная глава. Отдельная глава – это действительно очень интересный материал. Хотя я сразу должен сказать, что понятно, что о таких темах не могли не писать. И вот представление о монголах, допустим, о книге Марка Пола, о Геоми Рубруке, о Плана Карпине не могли не писать. Но в целом это не только о себе я могу сказать, я могу сказать и о других исследователях, например, Юлий Иванович Дробышев, московский исследователь, который тоже вышел на эту тему недавно. Действительно есть смысл посмотреть в общем, как формировалось представление не конкретно умницы Геома Рубрука или Плана Карпине, или Марка Полота, но в целом вот как формировалось это представление, как возникла тайна монголов, как возникло проклятие монголам и так далее. Ну вот, соответственно, это всё рассматривается. Отдельная глава посвящена легенде о государстве Пресвитера Иоанна. У нас очень много, часто упоминается государство Пресвитера Иоанна, но большой работы, увы, нет. На Западе есть работы, и ещё в XIX веке написаны данные сводки, такую информацию, Оперта, Царнки, два очень интересных исследователя. У нас нет. Хотя, конечно, какая-то краткая типа энциклопедической статьи информация всегда присутствует. Но вот я попытался смотреть это отдельно тоже. Ну и поскольку это учебное пособие, отдельная глава, я не часто это делаю, но она посвящена методическим материалам. Опять же, я опираюсь на свой опыт. То есть вот я читал курс соответствующий и спецкурс, и спецсеминар вёл в разных аудиториях. Поэтому предлагаю такой чисто рабочую программу, которая, ну, сами понимаете, уже время прошло, и сейчас её уже хочется переделать и основательно. Но тем не менее, какая-то основа здесь есть, можно работать. Вот в итоге, да, действительно, есть особая тема у этого пособия, одна из самых сложных и в то же время актуальных, как уже и не только я сказал, и в научном, и в историческом, и в культурном плане, и даже в политическом. Потому что действительно, как заявил в своё время Сэмюэль Хантинтон, 21-й век будет веком противостояния Европы и ислама, и вроде как так оно и получается. Вот. Не знаю, сказать сложно. И, как я уже сказал, литературы довольно много, самое разное. В учебном плане всё-таки литературы мало. Поэтому я не претендую на какую-то глубину научную, по мере необходимости какие-то глубокие аспекты я затрагиваю, но на самом деле я пытаюсь просто собрать эту информацию и посмотреть на неё. Это на самом деле метод не только учебный, но и научный. Есть целый ряд различных авторов, которые великолепно использовали эти методы. И вот мой любимый Николай Иванович Кореев, 19 века, исследователь, который тоже писал разного рода пособия, как он называл это. Да многие авторы этим занимались. Потому что, когда мы соберём всю информацию в кучку, что называется, открывается очень интересная картинка. И есть возможность как-то углубить какие-то знания, где-то потребность даже в этом. и так далее. Вот я и попытался это сделать. Тем более, что литературы много. Как я уже сказал, в основном упоминают о каких-то проблемах, конкретных темах. А исследователи… Я на себя даже просто сошлюсь, когда мне приходилось заниматься каким-то проблемой, почему я и вышел на эту тематику, то мне приходилось считать самых разных авторов. Нет, чтобы взять где-то, прочитать более-менее нормальный очерк вот этих, допустим, представлений об исламе или о монголах, мне приходилось смотреть. Я сошлюсь даже на Льва Николаевича Гумилёва, известного культуролога, исследователя, который когда-то написал свою книжку, посвящённую как раз, ну как он говорил, царству пресвитера Иоанна, в помысках вымышленного царства, на самом деле истории монголов. Когда он захотел узнать, что такое государство пресвитера Иоанна, пошёл в библиотеку и книжки соответствующие не нашёл. Вынужден был написать сам. Вот примерно та же самая ситуация и здесь тоже приходится делать. Ну я уже сказал, что проблемы самые разные затрагиваются, в том числе я рискнул затрагивать методологические проблемы, которые сами по себе очень сложные. Но меня выручает то, что я не рассматриваю эту проблему какую-то методологическую, допустим, та же самая цивилизация, саму по себе, а применительно к своей теме. Поэтому я даю рабочее понимание этих проблем. Но уже одно это, конечно, приводит к тому, что и курсы, которые я читал, и, соответственно, вот это пособие, я думаю, в этом легко убедиться, они носят всё-таки вот такой авторский подход. Оригинальный не в каком-то там пафосном смысле слова, а именно это мой подход. Другим он может не подойти, конечно же, не всё можно взять. Но это нормальная ситуация. Но меня это вот выручало, когда я попробовал по-своему посмотреть тоже. Ну и студенты тоже оценили самое разное, говорили о том, что есть действительно возможность ознакомиться с материалом, очень интересным прежде всего. Ну а поскольку тема связана так или иначе с различного рода литературой, то есть историографией, то и взгляды различных историков по мере возможности, необходимости затрагиваются, и студенты получают возможность как-то вот ещё раз на эту кухню посмотреть и так далее. Ну я уже сказал, это лишний раз я здесь напоминаю, что в самых разных курсах может пригодиться это пособие. Понимаете, дело не в том, что это как бы я написал, а дело в том, что действительно тема крайне актуальная, крайне необходимая. Я в этом просто лишний раз убедился. Потому что мы часто спотыкаемся обо что-то, вот разного рода штампы, ну даже вот самый простой, не очень хороший пример, допустим, вот роль ислама в современном мире. Что это? Как вот в средние века, кстати, говорили, это религия насилия, эта фраза принадлежит Мартину Лютеру, а Коран – учебник насилия. Вот турки – это убийцы. Это его взгляд. Либо так, либо все-таки ислам – это нормальная мировая религия, которая построена, принципиально построена на идее ненасилия. Ну и чтобы даже вот такие вопросы смотреть, надо, конечно, посмотреть историю представлений различных. Мы же до сих пор часто ссылаемся на каких-то авторов, которые жили какие-то там многие сотни лет назад, на Платона, на Аристотеля, потому что тогда уже какие-то проблемы ставились, они ставятся и сейчас тоже. Ну и, конечно, здесь выход на целый ряд других проблем, тем и даже дисциплин, я имею в виду и магологию, которой специально я, естественно, не занимался, она это довольно специфическая дисциплина. Вот, но действительно, представление не только лишь о конкретных каких-то персонажах, ну, скажем, о Чингисхане, да, вот, о иной цивилизации. Да, я даже затронул уже успел, по-моему, сегодня, когда я сказал о том, что европейцы пытаются понять, что такое ислам, либо, ну, как бы, царство хаоса, мир сатаны, или это тоже цивилизация и так далее. Поэтому в этом плане вот этот материал тоже может быть использован, безусловно. Вот, ну и проблема взаимодействия, диалога цивилизаций, которую нельзя рассматривать только на сегодняшнем материале. потому что мы не поймем очень многие вещи. То есть, действительно, очень многие проблемы, связанные с исламом или с монголами, вот, они идут от того времени. От того времени. То есть, вот, я сошлюсь, скажем, на такой пример. В 2006 году газета «Вашингтон-Пост» Чингисхана назвала человеком, который изменил историю. Вот, на самом деле, это повтор того, что было сказано уже в средние века. То есть, уже в то время о значимости этой фигуры говорили самые разные народы. Понятно, что не только хорошие говорили, и даже, можно сказать, не столько хорошие говорили. Вот, но вот, действительно, мы не, мы не знаем, как, что такое Чингисхан. Что такое Чингисхан, почему? Потому что есть целый ряд имиджей его. Китайский, восточный, то есть, монгольский, допустим, русский, европейский, среднеазиатский и так далее. Вот, поэтому проблема цивилизации должна рассматриваться действительно по вертикали, нужно смотреть это все. И поэтому вот это вот пособие, ну, как бы, часть того материала, можно, и как вы догадываетесь, легко продолжать эту тематику, то есть, посмотреть, как менялись представления о Востоке уже в период нового времени и дальше, вплоть до нашего времени. Вот, тогда мы получим полную картину всего этого. Вот, ну, почему именно в средние века, на самом деле, я уже как бы ответил на этот вопрос, почему? Потому что средневековый материал крайне важен, потому что это начало всего, это знакомство, это первое впечатление, ну, я имею в виду не только средневековый, как вы понимаете, и античный материал, вот, ну, как вот мы, допустим, встречаем какого-то человека незнакомого, мы, как бы то ни было, никогда не забудем свое первое впечатление о нем. И очень часто именно оно наиболее верным может быть, как ни парадоксально. Хотя можем, конечно, и легко ошибаться. Так и здесь. А здесь была скрупулезная многовековая работа. Вот это знакомство, ну, как бы, как разглядывание со всех сторон. Поэтому этот материал очень важен. И тем более, что, ну, мы знаем современных азиатов, современных мусульман, монголов, а это же не одно и то же, что монголы вообще или мусульмане вообще. Нужно же понимать, что мусульманин 21 века и мусульманин 11 века, это не одно и то же. Вот. Но, тем не менее, я не буду говорить о том, что современный мусульманин это выросший, наконец, ребенок, который когда-то был ребенком. Но, тем не менее, в общем у них есть. И понять можно именно в виде вот эту вот эволюцию этого общества. А видеть мы ее можем только через подобного рода тексты. Ну, и средневековый материал действительно малоизвестен. Действительно малоизвестен. Вот когда, вот вы сами легко можете убедиться, если вы откроете любой учебник, там, допустим, те же самые истории средних веков, что там говорится об арабах. Вот арабы напали на Византию. Арабы захватили три берега из четырех Средиземного моря. Вот реконкиста. Да, они упоминаются. Вот крестовые походы. И все. То есть, в связи с этими событиями они упоминаются. И, как правило, речь идет только о боях. А о том, что Европа активно обменивалась дарами, не только ударами, но и дарами. Об этом, как правило, говорится очень мало. Ну и, соответственно, разные подходы здесь неизбежны. Вот. Ну и потом, средневековый материал интересен еще сам по себе, поскольку там очень сильная фильтрация идет, цивилизационная, идеологическая, религиозная, ментальная. Ментальная. То есть, действительно, пытаются понять Восток через разные вот эти конструкции. И это, в этом плане, это интересно. Безусловно. Литературы и много, и мало, как я уже сказал. Здесь я сейчас долго держать этот слайд не буду, потому что переписывать нет, конечно, смысла. Но просто не могу не обратить внимание на очень интересную книжку Эдварда Саида, о которой, наверное, даже дети уже знают, настолько часто она упоминается. Но это очень интересный, хотя не бесспорный, как мне кажется, подход, но очень интересный. Вот. Ну и ряд других работ, вот они здесь есть, Леонид Сергеевич Васильев, Николая Иосифовича Конрада, безусловно, автор очень интереснейший тоже, Рене Генона, Василия Владимировича Бартольда, которого я здесь не указал, который много занимался историей ислама, среднеазиатского, прежде всего, ислама. То есть работы на самом деле есть, работы, которые могут создать такой фундамент для того, чтобы в этой теме пройти достаточно далеко. Вот. Ну здесь я цитирую Владимира Соловьева, это тоже одна из расхожих цитат, которая часто используется, но она действительно помогает как бы увидеть отчасти логику развития этих представлений о Востоке, соответственно, тоже. Вот. Ну и, конечно, на этой основе, на основе вот этих представлений вырастает дихотомия Востока и Запада. Сразу хочу сказать, что она очень сложно развивается, потому что, с одной стороны, конечно, какое-то противопоставление Востока и Запада есть, еще в глубокой античности. Ну, собственно, Азия и Европа это как бы переделка слов ЭРЭП-ЭСУ, то есть Запад и Восток. Чисто географические представления, которые трансформировались в цивилизационные. Конечно, это есть, да, безусловно. Но дихотомии, то есть противостояние себя и Востока в Европе не было в античности. Не было и не могло быть, потому что, ну, опять же, здесь это, я неизбежно ухожу в содержание книги, посмотрите там. Почему? Просто потому, что европейцы во многом развивались очень долго, так же, как и любое евразийское сообщество. Разрыв начался в Древней Греции. Вот там это пошло. Конечно, это не могло не повлиять, но сама дихотомия формируется очень медленно. И, конечно, на нее в значительной степени повлияет уже средневековый период, связанный с христианством, безусловно. Вот. И здесь, конечно, упирается все в противопоставление «я» и «ты», в противопоставление «мы», «они». То есть вот в такие ментальные вещи, которые очень характерны для любой цивилизации и которые сами по себе вот эти ценности ментальные являются культурой. Мы обычно привыкли считать, что ментальность это какой-то низший класс, что есть нормальная высокая культура, она где-то внизу извращается, это есть ментальность. На самом деле это своя сложная культура, и она закладывает основу вот этих представлений, то есть она проявляется в высоких культурах, в религиях, в идеологиях и так далее. Ну, это есть во всех цивилизациях и это как раз нужно обязательно учитывать, когда мы рассматриваем это. Потому что вот такой дихотомийный подход, вот такой подход, он находит свое отражение в разном, вот здесь я перечисляю эти разные дихотомии, добро, зло, черное, белое, север, юг, восток, запад и так далее. Везде противопоставление такое есть. И поэтому это очень важно для понимания развития любой цивилизации, соответственно, тоже. Ну и конечно в этом плане противопоставление, как я уже сказал, начинается довольно поздно. Я сказал со средних веков, но здесь нужно учитывать, что и средние века там есть свои этапы. То есть с одной стороны христианство, которое резко противопоставило себя остальному миру, это понятно. Ну это на самом деле дело не в христианстве в данном случае, а в любой идеологии. А что конфуцианство не противопоставило, буддизм не противопоставили себя другим мирам, конечно, это есть. Но и эпоха Ренессанса сказалась, вот здесь я как раз об этом тоже говорю, привожу картинку нашего в интернете, которая, мне кажется, немножко иллюстрирует эти вещи, то есть разница у западных и восточных ценностей упрощена немного, но тем не менее. Действительно противопоставление западной рациональности, науки, техники, некого постоянного движения вперед, вверх, прогресса, цивилизованности и сонного востока. Фраза «сонный восток» есть даже в современной учебной школьной литературе, к сожалению. Ну и там дальше уже будет нарастать очень многое. Традиционный восток, посттрадиционный запад, нетрадиционный, это уже противопоставление и такое, конечно, будет безусловно. Надо отметить, и вот материал пособия, как мне кажется, показывает это, что мы имеем дело с разными путями развития. Не с иерархией цивилизации, а с разными путями развития. Разные социальные структуры. Античное общество, ну понятно, я здесь в большей степени ориентируюсь на Грецию и Рим, а не на всю Европу. Вся Европа, это еще и кельты, германцы и славяне. Ну и понятно, жители Восточного Средиземноморья. Но в целом ведущим являлись вот эти вещи, связанные с ориентацией на экономику, на развитие торговых связей, мореплавание, выход на первый план вот таких вот как бы отношений, связанных с экономикой, с собственностью и так далее. В Востоке это все тоже есть. Я не хочу идеализировать Восток, но Востоке придается очень большое значение и развитию культуры, взаимоотношениям людей в сфере культуры и так далее. Вот, не только с экономикой, это связывается. В общем, действительно, античная цивилизация пошла своим путем, что как раз из пособия, мне кажется, видно в главе, посвященной античным представлениям тоже. Вот, и античная, вообще, история Европы это история, как говорил когда-то Вольтер, постоянных судорог, таких вот как бы бифуркаций, перехода на все новые, более сложные варианты развития. Это революции, неолитическая революция, здесь указываю, появление империи, христианизация, ренессансы, реформации, революции, мировые войны, развитие науки и так далее, и так далее. Конечно, это не могло не сказаться, это обязательно нужно учитывать, когда мы говорим о представлениях европейцев, это будет сказываться очень сильно. Я уже на самом деле сказал об этом, что Восток для Европы это прежде всего мусульманский Восток, они и близки, они дети одной цивилизационной ситуации на Ближнем Востоке, иудаизм, ислам и христианство как бы из одной колыбели вышли, но пошли разными путями. И это тоже я пытаюсь показать в этом пособии более подробно. Ну и, соответственно, конечно, соревнования культур, отношения к исламу, ну, есть такая проблема, она была когда-то даже научной такой проблемой, причиной отставания стран Востока, то есть, почему до 14 века Восток доминировал, Европа была, как сказал Анатолий Иванович Уткин, известный наш исследователь, была пустынным мысом Евразии, а потом вдруг Европа вырвалась вперед, Восток стал отставать. Вот, понятно, это особая проблема, но, действительно, Восток огромнейший ареал, огромнейшая культура, от Гималаев до Атлантики, синтезированная, конечно, это была тогдашняя мировая культура для Европы, это был мощнейший вызов, и было чему учиться у Востока мусульманского, но и в то же время не просто учиться, необходимо было с ним бороться, с исламом. Вот такая вот дихотомийность, она наблюдается, я ее тоже пытаюсь проследить тоже. Военная конфронтация есть, ее не надо преувеличивать, вот этот обмен ударами, просто он более известен, это более гулкие события. Вот, они, конечно, имеют значение, захват Константинополя или крестовые походы, понятно, не могли не иметь значение. Но, вместе с тем, конечно, здесь, вот я студентам даже говорю, ну да, мусульмане захватили три берега из четырех Средиземного моря, это архиважно, но важнее будет гораздо, когда ислам начнет информационную атаку, когда вот эта вся огромнейшая культура, она пойдет в Европу. К чему она приводит? Ну, опять же, здесь за неимением времени я ссылаюсь на эту же книгу, смотрите там тоже. Ну, вот, что касается кочевников, здесь, как вы догадываетесь, особая статья. Почему? Потому что, ну, кочевники за людей до сих пор не считаются. Это широко распространено и с моей стороны никакого преувеличения нет. Я мог бы, не буду называть фамилию, сослаться на одного известного и мною достаточно уважаемого автора, который говорит о том, что кочевники – это бомжи, роющиеся на помойках цивилизаций. Я категорически с этим не согласен. Но вот это вот представление о кочевниках, которое родилось в земледельческой среде, в городской среде, оно, конечно, не могло не сказаться на отношении кочевников. И поэтому, вот, тема, связанная с монголами, она очень важна. Почему? Потому что, одно дело, раньше кочевники просто приходили в Европу. Гунны, например, да, вот, которые напали. Ну, даже монголы, которые там 60 километров не дошли до Рима. С ними имели дело, или германцы, которые считались кочевниками, с ними имели дело, когда они были, как бы, на марше, когда они были в ситуации войны. А тут вдруг открылся мир. Монголы в одночасье захватили всю Азию. Открылся огромный мир. И назвать его миром, только милитаристским, очень сложно. Это мир своей культуры. Там и ислам, там и буддизм, там и христианство, о чем писал Лев Николаевич Гумилев, и многое другое. Да своя собственная культура. Тенгриизм это великая культура, безусловно. Поэтому вот здесь с этого времени собственно начинается изучение кочевников. Изучение кочевников. Конечно, очень много в литературе можно увидеть, я привожу примеры, и просто ненависти какой-то, пренебрежения, не могут простить разгромов городов, там и так далее. Но и в то же время глубокий искренний интерес рождается к монголам, к кочевникам в целом. Но начинается изучение. Вот собственно здесь как раз вот этот момент, реперная точка, когда фактически созданы предпосылки для возникновения востоковедения. Не просто востокознания, а востокоизучения. А мы изучаем только то, что мы не знаем. Мы не изучаем то, что нам более-менее известно, с чем мы сталкиваемся постоянно, близко. Какие-то там, ну допустим, те же самые кельты или германцы для римлян. То есть что-то о них естественно писали, и неглупые люди писали, но в целом какого-то глубокого изучения нет. И мы сейчас очень много информации получаем через археологию, через художественные произведения, через саги, мифы и так далее. А современники как бы особенно не пишут. Здесь пишут, еще как пишут. Я уже называл имена людей, которые много об этом говорят. Вот. Ну здесь я пропущу эти слайды, потому что фактически я о них уже сказал, так или иначе, потому что когда говорил о структуре книги в целом, здесь я просто если бы было время, опять же, я бы с удовольствием раскрыл все это побольше. Вот. Ну и вот здесь как раз слайды, поскольку скачать презентацию можно, поэтому сможете прочитать, даже пока книги нет, можете узнать. Ну вот здесь вот я говорю те основы представления, которые сложились в средние века об исламе. Вот. Сами видите, насколько они… Ну понимаете, здесь нужно учитывать еще вот какой момент. Были отдельные авторы, которые понимали, что ислам это все-таки сложная вещь, это религия, особая религия. А основная масса людей воспринимала именно вот так. И я боюсь, что что-то в этом ключе идет до сих пор. И это просто неверно. Я уже говорил о том, что нужно было бороться с исламом и, соответственно, конечно, доказывать несостоятельность религии, что это не религия, это ересь. Иоанн Дамаскин в 8 веке запустил эту идею, один из крупнейших христиан, человек, который… труды которого и для современной церкви очень важны. он в источнике знания о своем сочинении сказал, что ислам это ересь, страшная ересь, самая страшная ересь. Ну вот отсюда то, на что обращали внимание в то время тоже. Ну и мусульманам приходилось. Вот я этот аспект мало затрагиваю, и я считаю, что ну была бы возможность, и так большая книга получилась, конечно, нужно было бы взять этот аспект побольше, но уж очень он обширный. И информация тоже разбросана от архипелаг различных книг, статей и так далее. Но это тоже вот я здесь говорю о том, что мусульманам было в чем упрекать европейцев. И очень многие упреки, которые сейчас тиражируются, рождались именно тогда. То есть такую информацию я все-таки даю. Ну вот о значении средневековья я уже сказал, это действительно имело колоссальное значение для изучения Востока. Ну это о монголах я, соответственно, пропускаю тоже, поскольку так или иначе там уже успел сказать. Вот здесь лишний раз хочу подчеркнуть, что действительно вот тот образ, собирательный образ бандитов, кочевников и главного бандита Чингисхана фактически родился именно тогда. Бандитизм не мог тогда в принципе существовать. Бандитизм как организованная преступность это явление нововременное, транснациональное. Оно не связано с какими-то отдельными людьми внутри Европы или за пределами. Не надо путать с разбоем каким-то, с насилием и так далее. Бандитизм как организованная преступность для монголов я здесь затрагиваю то, что для меня самого очень как бы важно категорически несогласен с тем, но для монголов это просто не характерно. Это парадоксально и долго это надо доказывать, но действительно очень большое преувеличение, когда говорится об исламе как религии насилия или о монголах как бандитах и так далее. Ну, о государстве пресвитера я уже сказал, там можно методические материалы, ну, собственно, опять же, тоже я уже это сказал, но могу еще раз обратить внимание, что я попытался далеко не все те курсы, которые были или какие-то материалы из других курсов взять, а вот ориентироваться на те курсы, которые имеют такое общее представление, учебное представление, то есть истории европейских представлений о Востоке, образ ислама, это на самом деле целая серия у меня была спецкурсов, которые я читал, и спецсеминар, который я с востоковедами вел, да и не только с востоковедами средневековая Европа и Восток. Вот там есть масса литературы, не пугайтесь, что литература старая какая-то, хорошая литература, она всегда старая, посмотрите, допустим, Библию, уж древнейшая литература, а до сих пор имеет огромнейшее значение. Поэтому дело не в том, когда она была издана, и сейчас выходят хорошие книжки, и сейчас макулатуры много, и тогда макулатуры много выходило, но вот там все-таки та литература, которая, мне кажется, имеет свое значение, либо факты можно взять, либо идеи можно взять, либо подходы различные и так далее. Ну вот коротко, что можно за это небольшое время сказать о книге, вот я не собираюсь ее хвалить или ругать, мне кажется, что она в принципе получилась такой, какой я хотел на тот момент, сейчас бы я уже многое, естественно, переделал, дополнил, ну вот судите сами. Все. Пожалуйста, если есть вопросы. Что ж, я возьму небольшое возможность слова. Геннадий Геннадьевич, вот тема получилась настолько интересная, что очень и очень жаль, что время настолько быстротечно. Вот я себя поймала на мысль, что хочется говорить с вами еще и о современности, о современном, да, текущем положении дел, действительно многие но тем не менее я сейчас скажу о чем, что я имею в виду. Да, до сих пор многие находятся в глубоком заблуждении относительно вот отношений Запада-Востока и действительно вы правы, в ходе вебинара вы немножко спрогнозировали, что 21 век это время, когда противостояние Запада и Востока, христианства и ислама, они выходят на какой-то новый уровень. Но если раньше Европа была в неком шоке, да, турки шок, монголы шок, то сейчас не может не радовать тот момент, что Запад как бы заново знакомится с Востоком, он его оценивает как равного, отмечая, что ислам, Восток в целом это такая удивительная культура неоднозначности, плюрализма, а не той барбарской жестокости, да, из которой именно из этого понятия исходили те изначальные оценки. Да, в Европе действительно в настоящее время есть работы, которые следуют, открывают заново ислам, в частности, и Восток в целом, а это очень и очень интересная тенденция. Среди российских исследователей работ подобного плана довольно мало, это действительно так, мы вот в этом плане рады, что участвуют в своего рода таком ликбезе конкретно в этом вопросе. И у нас совсем мало времени осталось, мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали нам о своих творческих планах, какие они у вас на ближайшее время, есть что-то такое, что нас ждет вот такого же плана интереснейшие вещи, есть ли чем еще поделиться с читателями? Есть, конечно, есть, вот вы упомянули те пособия, которые вышли уже в Библии, в истории культуры, цивилизационные очерки, вот, о кочевниках, точнее, о киданиях центрально, народ в центре внимания, вот, есть, то есть, я, знаете, вот без всякого подхолинства скажу, что мне повезло, что у меня установились связи с таким издательством, как Директ Медиа, потому что вы дали мне хорошую возможность все-таки, ну, действительно, создать какие-то книжки по тем темам, которые и мне интересны, и студентам интересны, и, надеюсь, интересны будут не только в этой среде тоже, вот, и поэтому, видите, вот я как-то стараюсь это делать по этим книгам, видно, и дальше, я не знаю, насколько мне Бог отпустит времени, насколько здоровья хватит, вот, это проблемная вещь, действительно, но есть действительно моменты, я очень много занимался проблемами реформации, в интернете болтаются тексты, мои тоже есть, вот, и несколько таких пособий хотелось бы сделать, вот, потом тоже, как бы, в стадии работы есть книжки, посвященные европейской культуре, вот у меня, не знаю, видно или нет, недавно вышла здесь у нас в Новосибирске такая книга, Франсуа Вильон и его эпоха, вот, это такой, как бы, общий очерк, посвященный Европе в период трансформации, период не просто вот средневековья, а ухода средневековья, ну, то есть, условно говоря, от возрождения до просвещения, с акцентом на 15 веке на фигуре Франсуа Вильона, вот, книжка, мне кажется, не очень удалась, я хочу многое развить, вот, бог даст, я, как бы, не буду это все обещать, но хотелось бы сделать более основательное, тем более, что Франсуа Вильоне это фигура на устах, это вот такой вот образ поэта-бандита там и так далее, что совершенно ничего общего не имеет с реальностью, никакой он не вор, никакой он не бандит, он поэт, поэт до мозга костей, человек очень несчастный, сложный, но вот этот человек эпохи трансформации, вот, хотелось бы это рассмотреть, то есть, меня сейчас в дальнейшем интересует именно период трансформации общества, извините за тавтологию, традиционного общества в пострадиционное, вот это вот эпоха, условно говоря, от возрождения реформации до просвещения, вот, и, соответственно, вот здесь и швейцарская реформация, немецкая, и предреформация, в общем, планов очень много, но потом у меня еще тоже я собираюсь сделать, у меня в университете вышло пособие, посвященное возрождению, оно было переиздано в издательстве Юрайт, книжка, я не собираюсь ее как бы дублировать, а просто хочу взять какой-то материал, чтобы показать, ну, условно говоря, проблема вот в чем, возрождение, мы считаем, что это вот некая культура 14-16 веков и все, на самом деле возрождение встречается, феномен возрождения в истории культуры довольно часто, вот эти примеры других ренессансов, в том числе средневековых, европейских, средневековых, азиатских, я хотел бы показать, то есть планов на самом деле много, очень много, было бы здоровья. Ну, дай Бог, все будет, действительно, планы очень большие, грандиозные, и ну, можем пожелать только творческих успехов, и я очень надеюсь, что мы еще встретимся, и может быть, даже в формате вебинаров, и попробуем обсудить какие-нибудь, да, интересные темы. Ну, что ж, вебинар заканчиваем, с нами был Геннадий Геннадьевич Пиков, удивительный, совершенно замечательный, и книги у него такие же, поэтому мы очень надеемся на будущую встречу, вам удачи, творческих успехов, и до новых встреч. Спасибо, вам тоже. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok